Не по зову службы, а чистого сердца. Ульяновцы уже в третий раз вышли на улицы города, чтобы освободить их от мусора. В этот раз субботник прошёл в сфере юность. К уборке присоединились жители микрорайона, депутаты, представители министерств. Люди приходят с семьями. Как говорят родители, уже с малых лет нужно прививать детям любовь к чистоте. «Вообще мы недавно переболели ковидом, и вот этот парк, он нас спасает. То есть, мы реабилитируемся здесь, приходим, дышим каждый день. Поэтому нам очень хочется, чтобы этот парк был чистым. Поэтому мы сегодня участвуем в субботнике». Благоустройством сквера начали заниматься ещё в 2015-м. Работа велась с чистого листа. В 2018-м, благодаря инициативе жителей, парк начал преображаться. По программе «Народный бюджет» удалось выиграть 4 миллиона. Сейчас здесь установлены фонари, лавочки для отдыха, асфальтированы пешеходные дорожки. «Сейчас мы снова стараемся участвовать во всех проектах, скажем так, привнести сюда финансирование, затащить сюда деньги для того, чтобы уже здесь построить малоархитектурные формы, сцену, дополнительные линии освещения, облагородить наше общественное пространство». На субботнике работали волонтёры, которые помогали активистам проголосовать за проекты по благоустройству парков и скверов. Места отдыха рассредоточены по всей области. В Ульяновске это скверы «Новое поколение» и «Репина», парки «Молодёжный», «Семья», «Дружба народов» и «Парк Победы». Узнать подробную информацию и отдать свой голос можно на сайте 73горсреда.ру, через портал госуслуги или с помощью волонтёра. «Волонтёры у нас выходят на три точки. Это торговый центр «ЦУМ», «Аквамол» и «Самолёт». Также дополнительно у нас открыты точки в колледжах и школах. Волонтёры приходят и собирают голоса. Проголосовать можно с помощью планшета, который будет у волонтёра, а также по QR-коду». У каждого заявленного парка есть два дизайн-проекта. Какой именно будет реализован, зависит от количества голосов. На сегодняшний день в Ульяновской области проголосовало больше 8 тысяч человек. По нацпроекту «Жильё и городская среда» благоустройство начнётся в 2022 году.